Представь, что ты популярный блогер, пилил ты, значит, такой всю ночь контент, потом пошел немножечко хотя бы поспать, потом тебя с десятого раза разбудил будильник на телефоне, за окном темно, промозгло, сыро, спать охота, но ты, как настоящий блогер, сегодня должен идти на завод. И вчера ты тоже должен был на него идти, и завтра ты туда пойдешь, и ты радуешься тому, что этот самый завод, куда можно ходить, хотя бы есть, потому что настоящему блогеру работа на заводе позволяет хоть как-то сводить концы с концами, поэтому хорошо, что он есть. И тебя очень забавляет, когда кто-то начинает рассказывать о том, как он вот выйдет на пенсию, выйдет заниматься тем, всем, пятым, десятом, потому что лично твой план на пенсию — это умереть за рабочим местом. Причем, скорее всего, в день собственных похорон ты, наверное, еще поработаешь где-то до обеда, а потом поможешь мужикам выкопать яму, куда навсегда бросят твою тушку. Вот такая вот пенсионная реформа. Ну да ладно, полной бодрости ты с утра просыпаешься, чтобы идти на завод, и вспоминаешь присказку «По утрам надев трусы, не забудьте про носки». Не знаю, как у тебя, но лично у меня все нижнее белье, то есть трусы и носки, лежат в верхнем ящике комода. Я вообще считаю, что выдвижные ящики — это идеальный просто способ хранения большей части одежды, особенно если ящиков много, и у них есть разделители внутри. Соответственно, данный видос — это продолжение темы то радиационных подарков мужчинам на февральские праздники, про бритвы я вот недавно выпускал, а сейчас про носки. Некоторых бесит такая банальщина в качестве подарков, а некоторые, как выяснилось в комментах, наоборот, очень даже радуются, когда им дарят, например, носки. Соответственно, когда-то очень давно уже, лет, наверное, 10 назад, если не больше, я делал видос о том, как менеджерить носки. Но года три назад я что-то отступил от собственных правил, и мои новые носки выглядят вот так вот. То есть они абсолютно все разные по цвету. То есть каждая пара имеет уникальный цвет и не похожа на другую. Это серьезное отступление от моих правил, когда я говорил о том, что все носки должны быть одинаковыми, и, собственно говоря, отступил я от них где-то года три назад. Захотелось глупых носков. Дело в том, что на том самом блогерском заводе, где я тружусь, блогером, естественно, довольно строгий деловой дресс-код. Женщинам, конечно, проще. Потому что такое ощущение, что на женщин не действуют правила дресс-кода, ну или, по крайней мере, у них деловая форма одежды не ограничивается лишь костюмами. Некоторые умудряются даже леггинсы на работу носить. Ну, такие вот обтягивающие штаны, в которых обычно йогой занимаются. Дело в том, что где-то лет, наверное, десять назад, я так понимаю, что общество негласно договорилось, что колготки, которыми являются леггинсы, это штаны. И к ним не нужно больше ничего. И, наконец-то, женщины получили универсальную одежду, в которой можно и дома батониться, и на работу, и в путешествия, и на развлекалочку, и на спорт, и вообще везде можно ходить в леггинсах. Ну, я уж не говорю о том, что у женщин там есть прически, какие-то украшения, маникюр там и прочие способы выделиться. А вот мужикам выебнуться при строгом дресс-коде можно разве что запонками, если ты носишь рубашки под запонки, галстуками, если ты носишь галстуки. Если же ты ничего из этого не носишь, то можно выебнуться только носками. Все остальное же у мужиков выглядит как будто инкубаторское. И вот, значит, с чего начинается мой день перед поездкой на завод. Для меня каждое утро это стресс. Причем стресс это абсолютно все. Потому что я с детства законченная сова. Мне никогда не нравилось утро. В принципе. Соответственно, стресс вызывает абсолютно все. Отклеиться от кровати. Успеть побриться, подмыться там. Приготовить кофе изи вайфу. Да, учитывая, что в последнее время она работает из дома, и я по утрам делаю ей вкусное, да, очень вкусное кофе. Если ты считаешь, что кофе это он, то и произноси это слово в мужском роде. То есть кофей. А, блядь, кстати, обзор кофейных девайсов же тысячу лет назад обещал. У меня их как минимум три, наверное. И все с разным принципом работаем. Блядь, когда пилить все эти видосы, ёб твоя мать. Ну да ладно. Потом, после того, как ты вышел из дома, бегать не до остановки, ожидание общественного транспорта, давка в общественном транспорте, и все это, чтобы вовремя отметиться на работе на ридеры пропуска. Ничего не изменилось со времен Фанточчи. И вот, значит, утром еще процесс подбора этих ебаных носков. Вот в этой куче найти два, которые являются парой. Мне, конечно, особо аккуратные скажут, что ну можно же после стирки их сортировать и один в один запихивать, чтобы они всегда были как бы вместе. Да, блядь, много чего еще можно. Можно утюжить шнурки, например. Только кто это все, блядь, делать будет? Ну, в общем, накупил я вот этих вот цветастых носков с глупыми рисунками. И, кстати, с этими рисунками есть еще одна проблема. Дело в том, что это не краска, нанесенная на ткань, а рисунок здесь это именно вышивка. И у этой вышивки с изнанки торчат нитки, которые, собственно говоря, и собирают этот рисунок. И получается, что они снаружи-то гладкие, а внутри то, что прилегает к коже, имеет выступы. И, соответственно, стоит хоть чуть-чуть вспотеть, как все вот эти выступы тебе начинают ногу натирать. Значит, я нарушил первое свое правило из вот того лайфхака, о котором я рассказывал 10 лет назад. Вкратце лайфхак заключался в том, что нужно покупать одинаковые носки в количестве там 10, а лучше 20 пар. И этот мой жизнелом основан на двух принципах. Первый очевиден. Тебе не нужно у носков искать пару, ты их просто стираешь всей гурьбой, всей гурьбой вешаешь сушиться, и после того, как они высохли, всей гурьбой перекладываешь в тот ящик, где ты хранишь носки. А потом с утра просто, можно даже не глядя, вытаскиваешь оттуда два. Два первых попавшихся носка, и они, сука, будут одинакового цвета, потому что другого цвета и другого фасона просто нет. И кроме того, поскольку ты постоянно на рандоме берешь разные носки, то это в каком-то смысле решает вот эту проблему левого и правого носка. Ну, понятное дело, что все новые носки, они одинаковые, но по мере того, как ты их носишь, они все-таки немножечко принимают форму левой или правой ноги. Соответственно, когда ты берешь носки на рандоме, ты то на одну ногу его наденешь, то на другую, они более равномерно растягиваются, и эта проблема не так ярко выражена. Второй, не столь очевидный лайфхак заключается в том, что если вдруг один из носков порвался, а часто причиной рвущихся носков является большой пенис, в смысле большой теннис, а также сквош, футбол и прочие виды спорта, где нужно быстро и резко бегать в разные стороны. Даже самые крутые носки в этих видах спорта редко живут дольше, чем пять раз. Ну да неважно, если по какой-то причине у тебя носок порвался, обесцветился или еще что-то с ним приключилось, ты выкидываешь не всю пару, а только один носок. И в том случае, если ты купил сразу 20 пар одинаковых носков, то допустим 7 из них ты носишь, при условии, что ты их все стираешь раз в неделю, и еще у тебя остается несколько пар про запас. И если вдруг один из носков порвался, ты его просто выкидываешь, и из вот этих запасных пар берешь один носок. Соответственно это позволяет максимально оптимизировать использование носков. А еще я рекомендовал раз в год, максимум раз в полтора года, выкидывать вообще все твои носки и менять на новые, даже если они еще целые. Да, действительно на некоторых носки прям горят. Пару месяцев и все протерлись до дыр. У меня такая фигня только если обувь где-то натирает, ну и соответственно протирает носок. Но сами по себе носки у меня рвутся очень редко. А вот обувь, да, изнашивается быстро, она на мне прям горит. Нет, видимо ноги из жопы просто растут, поэтому и порчу обувь. Но несмотря на это, то есть на то, что носки не драные, все равно неплохо бы менять все носки, ну если не раз в год, то хотя бы раз в два года. Если конечно тебе удалось за два года не порвать носки. И лучшее время для полного обновления комплекта носков это наверное весна. Когда наконец-то вылез из этой ебаной тяжелой душной обуви для этой сраной вечной мерзлоты. И казалось бы, что может быть приятнее, чем встречать весну в свежем латексе. Особенно учитывая, что какие бы носки не были, то за два года они цвет потеряют. Станут белесыми. Ну нет блять, нашлись возражатели. Я выпал просто с вот этого комментария. Оказывается, ходить в заношенных носках это признак финансовой грамотности. А периодическое обновление старых носков на новые это блять достойное порицание и осуждение расточительность. Признак дурачины. Прям так и написано в комментарии под моим видосом. Так вот, инвестор ты блять поехавший, поясняю за гигиену. По применяемым материалам абсолютное большинство носков делится на три типа. Полностью натуральные, это может быть хлопковое волокно, бамбуковое волокно там и так далее. Полностью синтетические, то есть полностью из полиэстера какого-нибудь. И смесь натуральных волокон с синтетическими. Обычно чисто хлопковые носки это дерьмо, потому что они не держат форму, сминаются прямо на ноге и могут в том месте, где образовалась складка, начать натирать. Чисто синтетические носки, например, полностью из полиэстера, как правило, начинают очень быстро вонять, буквально в течение пары часов. Поэтому идеальный вариант это комбинированные волокна. То есть когда, допустим, 70 или 80% материала носков это, допустим, хлопок, а остальное это синтетика. Лучше всего, наверное, если это будет лайка. Но такие носки обычно дороговаты. Поэтому, как правило, носки выпускают из смеси хлопка с тем самым полиэстером. Полиэстер это чуть ли не самая дешевая ткань. Но в отличие от нейлона, например, у полиэстера отличная впитывающая способность. Поэтому достаточно часто даже топовые спортивные шмотки делают из полиэстера, чтобы пот впитывался. Проблемы здесь две. Первое это то, что именно по этой причине он начинает вонять. Если ты хоть раз был в спортивной раздевалке, причем неважно, это может быть спортзал в школе или спортзал в местной качал-очке, то ты просто не мог не заметить вот этот отвратительный кислый запах, который бьет тебя прямо в нос. Он очень такой характерный, ни с чем не перепутаешь. И возникает он из-за сочетания нескольких факторов. Первое это то, что подобные помещения, как правило, плохо проветриваются и, как правило, плохо убираются. И в целом я был во многих разных спортзалах и ни разу не видел, чтобы там, например, протирали скамейки, на которых вот потные люди качаются. Помимо этого, вонь создают подошвы спортивной обуви, особенно всякие там кеды, которые, как ни крути, все равно воняют резиной. Плюс многие еще в шкафчиках любят оставлять свои вонючие, пропитанные потом кроссовки. И, собственно говоря, обилие вот этого самого полиэстера в спортивной одежде, который накапливает пот, в котором начинают жить бактерии и начинают вонять. Забавно, что если ты этот самый спортивный костюм из полиэстера, допустим, приносишь домой, то он и дома продолжает вонять раздевалкой. Соответственно, проблема с полиэстером как раз именно в этой впитывающей способности. Дело в том, что со временем в волокнах полиэстера накапливается пот и жир, и он не вымывается оттуда. Ты хоть обстирайся полиэстер, даже с самыми ядреными стиральными порошками, все равно от этого жира волокна полностью не очищаются, и одежда из полиэстера, в том числе носки, начинают очень быстро вонять, как только ты их надеваешь, даже если они свежепостиранные. Соответственно, именно по этой причине, по причине гигиены, носки нужно регулярно менять, даже если они еще целые. А что касается вот этих воплей, что типа раз в год выкинуть 20 пар носков и купить новые, это непозволительное расточительство, мотовство. Но на самом деле, лично я расточительством считаю бабские колготки, потому что там одна пара стоит как 5, а то и 10 пар твоих носков, а если речь идет не о колготках, а о чулках, то еще дороже. И проблема в том, что все вот эти вот чулочно-колготочные товары, такое ощущение, что портятся от того, что ты просто на них смотришь. То есть они максимально быстро зацепляются, рвутся, и вообще одна пара колготок, если носить ее каждый день, редко живет дольше, чем одна неделя. И есть даже такая присказка, что поистине богатая женщина, это та, которая под брюки, там где не видно, надевает новые и целые, а не порванные колготки. Соответственно, с этой точки зрения, я не вижу никаких проблем в том, чтобы выкидывать носки раз в год. Так че ж не выкинул-то? Почему я не соблюдаю то, что сам проповедую? Но на самом деле причина очень простая. Этим носкам действительно где-то 2 или уже даже почти 3 года, и я их еще не поменял по одной простой причине. Я их купил на излете лохдаунов с пандемиями, когда я все еще в основном работал из дома, и никуда особо из дома не выходил, максимум в магазин. По дому я хожу в шлепанцах без носков, на улицу в теплое время года. Тоже часто выхожу во вьетнамках или сандалях или тому подобной обуви, которая носится, разумеется, без носков, так что я эти носки особо и не надевал. Но в последний год я прям активно каждый день езжу на завод, так что год в общем-то прошел, пора менять носки. Кстати, ты тут можешь еще заметить, что есть совсем короткие носки, которые полностью скрыты обувью и не торчат. Я их купил чисто по приколу, по причине вот этих смешных картинок, хотя их все равно не видно, потому что они полностью в обуви. И кстати, я тут на забавный момент обратил внимание, вот я в начале видоса рассказывал про бабские леггинсы, да, в которых они ходят везде, и я научился безболезненно определять возраст дамы в леггинсах и даже в шортах по ее носкам. Если видны голые щиколотки, а носки полностью скрыты обувью, то это миллениалка. Если же носки высокие и натянуты на леггинсы, например, примерно как гетры натягивали на колготки в 80-е годы, когда занимались аэробикой, то это зумерка. Дело в том, что зумеры такое ощущение, что открыли для себя многое из того, что миллениалы с радостью забыли как страшный сон. Ну, например, кассетные плееры, пленочные фотоаппараты, Т-образные бритвы со сменными лезвиями, ну или как в данном случае длинные высокие носки. Потому что когда я рос, коротких носков не было, и девочки как-то скатывали и запихивали обычные длинные носки в обувь, чтобы их не было видно. Не знаю зачем. Я могу понять короткие носки, которые чуть выше уровня обуви. Вот эти я еще могу понять. А вот эта вот вся пидорастия, которая полностью внутри остается, чтобы типа не видно было, я не знаю, мне она натирает как раз выше уровня носка. То есть там, где этот короткий носок уже закончился, а обувь еще продолжается, выше пятки. И не только обувь натирает, но и сам край носка становится еще одной причиной натертости. Поэтому нет, короткие носки это не для меня. Ну в общем, настало время обновлять носки, и я решил их купить на Алис Экспрессе. Я ни разу этого не делал, но поскольку у меня тут целая серия видосов о всякой херне, которую я купил на Алике, можно считать, что это видос из той же серии. И я, кстати, орнулся от этого способа китайского наеба в названии товара, который еще наебай присутствовал. А сейчас он на Алис Экспресс перекочевал и на все остальные свежие китайские площадки типа Тэму. В общем, некоторые продавцы на Алике в описании товара или в названии товара пишут 10 писес, то есть 10 штук носков, а в скобочках 5 пар. Ну, то есть они носки поштучно продают. Для одноногих, видимо. Сделано это, разумеется, для того, чтобы поисковая выдача сливалась с другими продавцами, которые все-таки продают 10 пар, то есть 20 носков, и таким образом вот эти вот продавцы пытаются обдурить покупателя и заставить его купить меньше носков за ту же цену. В общем, в итоге я выбрал вот эту модель. Здесь типа бамбуковое волокно. Никогда в жизни у меня не было носков из такого волокна. Захотелось попробовать. С небольшим количеством синтетики. Значит, вот для того финансово грамотного инвестора, который борется тут у нас в комментах с дебилизмом, вот этого вот борцуна с дурачиной. Сейчас скажу, сколько они стоили. В общем, я купил 2 пачки по 10 штук. И вся вот эта куча, то есть 20 пар обошлась примерно в полторы тысячи рублей с учетом доставки. Спред на эту беносочную корзину составляет где-то от 5 до 10 пипсов. Я не знаю, ложится ли это в твою инвестиционную стратегию, но мне удалось совладать все-таки со своим аппетитом к риску не выйти за рамки моего консервативного инвестиционного профиля, то есть не перейти в агрессивный профиль и не затариться на всю котлету. Соответственно, полторы тысячи рублей, 20 пар носков. Значит, здесь, как я уже сказал, бамбук и достаточное количество синтетики, чтобы они нормально держали форму и сидели на ноге. Причем нижняя часть, ну то есть подошва, которая вот без рубчиков, даже блестит немножко от количества синтетики. Они не слишком тонкие, хотя могли бы быть, конечно, и потолще. На ноге сидят очень хорошо, как я уже сказал, и не воняют. То есть после рабочего дня на заводе, в принципе, ноги пахнут нормально. Не могу сказать, что в этих носках они воняют сильнее, чем, допустим, вот в тех предыдущих. Здесь, как ты видишь, два цвета. Почему не один, как я вот проповедую? Ну да, конечно, они не одного цвета, но с другой стороны, здесь, значит, 10 пар одинаковых носков одного цвета и 10 пар другого. Даже если вытаскивать их из ящика наобум, то шанс вытащить нужный 50 на 50. В то время как мои предыдущие носки все были разные, то есть нужно было искать строго подходящую пару. Здесь два цвета, светло-серый и темно-синий. Что же касается цвета, то серый это мой любимый цвет. Темно-синий мне тоже нравится, особенно тот, который называется Aviator Blue или что-то такое. И темно-синий цвет, это максимально темный из строгих цветов, которые я могу носить, когда нужно строго выглядеть. Обычно все-таки таким строгим цветом является черный, но черный хлопок, например, я не покупаю очень давно. Потому что еще лет, наверное, 25 назад, то есть четверть века назад, я заметил, что черные хлопковые футболки уже к середине дня на мне начинают просто адово вонять. Какой-то, я не знаю, детской опрелостью, что ли, или что-то такое. Не знаю что, но с футболками других цветов, и уж тем более с белыми футболками такого не происходит. Даже если купить упаковку из трех футболок, где будет там, не знаю, одна синяя, одна белая и одна черная, с синими и белыми проблем нет, а в черной через пару часов я воняю просто козлом. Видимо, какой-то краситель, который дает хлопку черный цвет, имеет этот эффект, когда смешивается с конкретно моим потом. И с носками та же тема с вонью. То есть черные носки у меня очень быстро начинают вонять. И кроме того, увы, черный хлопок, ну очень быстро вымывается. И уже чуть ли не после первой стирки, он начинает иметь такой белесый налет, как будто он заношен уже сто лет. С темно-синими такое тоже, конечно, происходит, но все-таки это менее заметно. А вот на светло-серых это незаметно вообще, потому что они сновья примерно так выглядят. Но особо внимательный смотритель может эдак по-ленински прищурить свой орлиный взгляд и усомниться, а не пиздишь ли ты нам, Изенька? А трусики-то, Изя, трусики. Ведь в твоем ящике для белья хорошо видны труселя черного цвета. Ну, во-первых, их там всего две пары, и из хлопка там только одна из них, вторая из синтетики. И появились они у меня исключительно потому, что они входили в комплект трех одинаковых трусов разного цвета. И на них распространяется та же ситуация, то есть черные хлопковые трусы пропукиваются гораздо быстрее, чем точно такие же, ну, например, зеленые или серые. Соответственно, да. Соответственно, вот такие носки. Сшиты более-менее хорошо, особенно за этот прайс. Материал тоже ничего, носится хорошо, в общем, все меня, в принципе, в них устраивает. Поэтому я ссылочку оставлю в описании, если тебя не заинтересует. А то, как я уже сказал, в комментах писали же, что обожают просто, когда им дарят бритвы с носками. Так что это, блядь, сука, нахуй востребованный контент получается. Что касается классических подарков мужику на февральские праздники. Поэтому резюмируя, совет всем тем, ну, женщинам, как правило, которые хотят подарить мужику, сука, практичный подарок, не дари одну пару носков. Не дари носки, где каждая пара какого-то уникального цвета. Подари, блядь, 10 одинаковых пар. А еще лучше 20, чтобы наверняка, ну или на крайний случай 10 одних и 10 других. Но их должно быть много, и они должны быть одинаковыми. По причинам, которые я разжевал чуть ранее. Только так и больше никак. Я БОл Ютуба! Лайк под писькой, бубенцы!